Зеленский представил свой план победы. Он означает войну между Россией и НАТО, но западные союзники Украины пока к этому не готовы. Лидер Христианско-демократического союза крупной политической партии Германии Фридрих Мерц призывает предъявить России 24-часовой ультиматум и снять ограничения на использование немецкого оружия. Китай проводит военно-морские учения у берегов Тайваня и репетирует блокаду тайваньских портов. Как ответят на это Соединенные Штаты? НАТО в ходе маневров в стойкий полдень отрабатывает применение тактического ядерного оружия. Смотрите эти и другие новости сегодня в еженедельном новостном выпуске на канале Филипповский 13. Всем привет! Вы на канале Филипповский 13 и сегодня у нас еженедельные новости мировой политики. И, конечно же, самая главная новость этой недели – Зеленский наконец-то представил свой план победы над Россией, причем не где-нибудь, а в Верховной Раде Украины. До этого, еще в сентябре, Зеленский ездил по Европе и знакомил с этим планом западных лиги. Британского, американского, немецкого, французского и итальянского. И вот теперь решил поделиться со своими собственными гражданами и со всем остальным миром. Итак, что же это такое план победы Зеленского? Он содержит в себе пять пунктов. Во-первых, приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны. Во-вторых, продолжение операции на территории России и снятие ограничений по ударам на стратегическую глубину. Совместное с партнерами поражение российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет, доступ к разведданным партнеров. В-третьих, размещение на территории Украины неядерного сдерживающего пакета. В-четвертых, развитие стратегически экономического потенциала Украины и усиление санкций против России. В-пятых, после окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные. По словам Зеленского, второй, третий и четвертый пункты плана содержат некие секретные статьи, о которых знают только союзники Украины. Если в общих чертах комментировать данный план, то очевидно одно. НАТО должна, согласно плану Зеленского, напрямую вступить в войну с Россией. Потому что Россия не один раз говорила о том, что если Запад снимет ограничения на удары своим дальнобойным оружием по российской территории на стратегическую глубину, то за Россией не заржавеет. И Россия будет носить удары по западной инфраструктуре, по целям на Западе, за пределами Украины, разумеется. Поэтому это война. Это Третья мировая война в Европе и, скорее всего, ядерная. НАТО от такой перспективы всегда старалась отползти. Стратегия Альянса и его лидера, Соединенных Штатов Америки, как раз и заключается в том, чтобы воевать с Россией руками Украины, помогая ей. Но до последнего времени западные державы всячески увиливали от прямого столкновения с Российской Федерацией. И тут Зеленский им прямо и говорит. А давайте-ка начнем. Если более подробно разбирать планы этого пункта. Пункт номер один. Принятие Украины в НАТО до окончания нынешнего военного конфликта. Для России это абсолютно неприемлемо, но это также неприемлемо и для Запада. Да, на экспертном уровне в западных странах говорилось, что давайте-ка примем Украину с теми территориями, которые она де-факто контролирует. Вместе с тем, на политическом официальном уровне такого никогда не заявлялось. Наоборот, подчеркивалось, что вначале должен закончиться конфликт, потом должны быть определены границы Украины, и уже следующий шаг – это возможное вступление Украины в Североатлантический блок. И, кстати говоря, буквально через несколько часов после того, как Зеленский огласил свой план в Верховной Раде, со стороны Соединенных Штатов последовало заявление, что пока еще говорить о членстве Украины в НАТО преждевременно. Теперь давайте обратимся к пункту номер два. Снятие всех ограничений на удары западными крылатыми баллистическими ракетами вглубь территории России. И, кроме того, продолжение военных операций на так называемой «старой территории России», то есть пределах границ 1991 года. Тут жирный намек на Курскую область. То есть Зеленский требует, чтобы ему помогали нападать на Курскую, Белгородскую и Брянскую области. На самом деле Запад, как огня этого, боится. Он не желает излишней эскалации с Россией. И еще недавно много было всяких язвительных комментариев на тему российских красных линий. Но, как минимум, одна жирная красная линия держится до сих пор. Россия официально на всех уровнях, от президентского до иных, заявила, что если западное оружие будет применяться для ударов на стратегическую глубину, то Россия точно абсолютно ответит. И западное оружие пока не применяется. И, кстати говоря, США уже ответили заочно Зеленскому. Официальное заявление государства Департамента США было сформулировано в том виде, что Соединенные Штаты пока не хотят менять свои взгляды на использование американского дальнобойного оружия. То есть по двум пунктам Зеленский уже получил отрицательный ответ. Однако же самый интересный пункт в плане Зеленского – это пункт номер три. Он включает в себя размещение некого неядерного статистического пакета на территории Украины. Что это за такой пакет? Давайте говорить откровенно. Это размещение американских ракет средней дальности на востоке Украины. То есть Зеленский хочет, чтобы ударное американское и вообще западное ракетное оружие, но прежде всего американское, было размещено у границ России и держало под прицелом Москву, Петербург и вообще всю европейскую территорию России, Урал и Западную Сибирь. Радиуса ракет средней дальности вполне для этого хватит. То есть то, из-за чего началась специальная военная операция, этого и требует Зеленский. Потому что начиная СВО, российское политическое руководство заявляло, что одна из причин этого – возможно размещение американских ракет средней дальности на Украине. И вот Зеленский говорит – размещайте. Но это война, это прямая война уже между Россией и Соединенными Штатами. Очень сомнительно, что США в нынешней международной обстановке на это пойдут. Ну и Зеленский, конечно же, за все это хочет заплатить. Вот та цена, которую Украина готова заплатить за реализацию первых трех пунктов, она как раз содержится в пункте номер 4 и в пункте номер 5. Развитие экономического потенциала Украины – это как раз-таки про продажу за бесценок украинских ценных ресурсов – урана, титана, лития западным корпорациям. Забирайте. Но помимо ресурсов Украина готова платить и кровью. Украинские солдаты должны стать щитом Европы и даже, как полагает Зеленский, заменить американских. Украина вообще готова будет сражаться за интересы Запада в любой точке земного шара. Это уже не государство, а какая-то гигантская частная военная корпорация с госграницами, с ресурсами, с армией, которая подписывает контракт с коллективным Западом. Мы будем отстаивать ваши интересы где угодно, когда угодно и любой ценой. Только помогите нам победить Россию. Начните войну с ней. Хороший план. И в целом, забегая вперед, рискнем дать прогноз. Скорее всего, по всем пунктам плана Зеленского будет дан отрицательный ответ. Запад продолжит гнуть ту же политическую линию по Украине, что и ранее. Украина нужна как прокси-инструмент войны с Россией, а вовсе не как актив, за который Запад сам начнет воевать с Россией с риском ядерной войны. Причем не на тактическом, а на стратегическом уровне. Самое интересное, что Зеленский выставляет своего рода ультиматум своим союзникам. Еще в сентябре, как сообщается, он сказал западным лидерам, что у них есть три месяца, чтобы дать ответ по плану Зеленского. То есть октябрь, ноябрь, декабрь. Если до Нового года, то есть до смены администрации в Белом доме, что произойдет в начале января, не будет дан никакой ответ, то а что? Что сделает Зеленский, если скажет нет? Ожидать можно чего угодно. В особенности это политика, который загнан в угол своими же собственными ошибочными решениями и толком не знает, что ему делать дальше. И, судя по всему, не очень адекватно воспринимает политическую реальность. АПЛОДИСМЕНТЫ Однако же выступление Зеленского сопровождалось бурными и продолжительными аплодисментами Верховной Раде. Вся украинская политическая элита, абсолютно вся, практически без исключений, подписалась под планом Зеленского. Есть ощущение, что все эти люди рассматривают самих себя, как плывущих в одной лодке с Зеленским. То есть никакого раскола в украинских элитах, во всяком случае на верхнем уровне, нет. Они все готовы идти до конца. И российское политическое руководство должно это учитывать, вырабатывая свое отношение к этим политическим деятелям. Следующая новость прилетела из Германии. И здесь отличился крупный немецкий политик. Глава Христианско-демократического союза. Это одна из крупнейших и старейших политических партий Германии и крупнейшая оппозиционная партия. Есть шансы, что на выборах осенью будущего года именно она придет к власти. Фридрих Мерц сделал потрясающее заявление. Примерно в тон Зеленскому. Призываю дать России 24-часовой ультиматум по прекращению боевых действий. В случае невыполнения требования снять ограничения на дальность оружия для Украины и передать ракеты «Таурус». После такого заявления Фридриху Марксу можно задать только один вопрос. А что, если Россия откажется выполнять ультиматум? А что, если после удара немецкими ракетами по Москве и Петербургу российские ракеты в неядерном оснащении полетят по Берлину или по Русскому промышленному району? А что, если после этого США скажут «разбирайтесь сами» и не введут в действие пятую статью Вашингтонского договора о создании НАТО? Что будет тогда делать Фридрих Маркс? Почему он ведет себя именно так, абсолютно непонятно. Вообще, с немецкой политической элитой происходит что-то странное после начала специальной военной операции. Но, в принципе, это все легко объяснимо. Именно Соединенные Штаты накручивают градус дискуссии в немецком политическом эстеблишнете. Потому что, собственно говоря, всю современную политическую систему Германии и создали США. После окончания Второй мировой войны с конца 40-х годов Соединенные Штаты много вложились в создание в Западной Германии политической системы с несколькими партиями. Фактически, Западная Германия как политический институт, как государство была создана в Вашингтоне. А после объединения Западной Германии и Восточной, а на деле это было поглощение, то есть Западная Германия поглотила ГДР, вот эта самая американская политическая система была перенесена и на почву Восточной Германии. И уже Единая Германия стала фактически тем политическим конструктом, который в конце 40-х годов прошлого века создавали американцы. Христианско-демократический союз – это, конечно же, американская креатура. Как и Свободная Демократическая Партия Германии. Как и Партия Зеленых, которая, конечно, была не в конце 40-х годов создана, и в 60-е годы она была совсем другой. Но в 70-е и 80-е американцы перехватили управление этой партией. Фактически только с натяжкой в Социал-Демократическую Партию Германии можно назвать относительно независимым проектом. Ну и такие проекты, как Союз Сара-Вагентнехт, Альтернатива для Германии, Новые Немецкие Партии. Но ХДС, ХСС, СВДП, ряд других организаций – это, конечно же, американская креатура. Так вот, Фридрих Мерц на самом деле выступает таким фронтменом американских элит. Они прощупывают готовность России принимать вызов. Такие резкие заявления, что от Германии, что от Польши, что от Прибалтики – это зондаш. Если Россия на такое не будет отвечать, дальше будет гораздо сложнее. Поэтому лучшим ответом Фридриху Мерцу будет, например, выступление лидера одной из политических партий России в Государственной Думе и четкий ответ. Если немецкие ракеты полетят на Москву, российские полетят по Берлину. И никакие исторические аналогии нас не пугают. Следующая новость не имеет отношения к военной тематике, но она показательна. Она говорит о том, что мировой войны, возможно, и не случится. Потому что, как мы иногда говорим на канале «Филипповский 13», сложно воевать при капитализме. Сообщается, что Украина, Азербайджан и Словакия ведут негласные переговоры о транзите газа через территорию Украины. Контракт на транзит российского голубого топлива из России в Европу через Украину заканчивается в конце этого года. Газ Европе нужен. Как бы Европейский Союз не хотел отказаться от российского газа, все равно без него европейская экономика не проживет. Но для Украины по политическим мотивам невозможно продолжать транзит именно российского газа. Раньше, когда был договор, можно было ссылаться на него. Это же был договор, подписанный еще в 2019 году, поэтому транзит идет. Но подписать новый договор с государством, который проводит по отношению Украины специальную военную операцию, сложно. Поэтому капитализм нашел интересную формулу. А давайте-ка сделаем так, что газ будет не российским, а азербайджанским. То есть европейцы будут покупать газ на границе России и Азербайджана. Дальше Россия становится таким же транзитером газа, как и Украина. Газ через российско-украинскую территорию транзитом идет в Европу. Фактически львиная доля этого газа будет российская. Однако же на бумаге этот газ будет азербайджанским. Ну или еще каким-нибудь. В общем, придумали формулу, которая может обойти острые политические противоречия. И новость из Восточной Азии. Владимир Путин распорядился передать на ратификацию в Государственную Думу договор о партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Россия и КНДР теперь стратегические партнеры, военные и политические союзники. И на этом фоне уже пошли разговоры о том, что северокорейские солдаты могут появиться на украинском фронте. Однако же это было довольно быстро опровергнуто и со стороны НАТО, и со стороны России, и со стороны самой КНДР. Но в Корее, тем не менее, происходят очень интересные процессы. Буквально исторические. Дело в том, что Корейская Народно-Демократическая Республика больше не хочет объединять Корею. И теперь можно забыть про поход на юг со стороны Ким Ир Сена. Теперь Северная Корея мыслит себя самостоятельным государством, которое никакого объединения с югом не хочет, и, более того, даже ожидает нападения с юга. Отношения между КНДР и Республикой Кореи, то есть Южной Кореей, крайне напряженные. Северокорейские военные подрывают автомобильные и железные дороги, которые связывают две Кореи, отгораживаясь даже символически. Мы, Север, это одно, а вы, Юг, это совсем другое. Момент исторический, но почему-то его очень плохо отражают в медиаполе. Такого не было никогда. Фактически, КНДР заявляет, не будет никакого объединения с югом. Юг пошел своей дорогой, а мы своей. И это навсегда. Тем временем, Североатлантический Альянс готовится к продолжению прокси-войны с Россией. И на всякий случай тренируется, если вдруг эта прокси-война перейдет во что-то большее. В частности, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который ранее был голландским премьером, анонсировал создание нового натовского штаба в Висбадене, который будет координировать боевые действия на Украине и помощь этой стране. Собственно говоря, непонятно, чем этот новый штаб в Висбадене отличается от тех прежних штабов, которые планировали военные операции на Украине. Ну, наверное, чем-то отличается. Потому что Марк Рютте уверенно заявляет, теперь все будет по-другому. Теперь все пойдет гораздо лучше. Ну а в финской Лапландии, где живет Санта-Клаус, запланированы на конец ноября крупнейшие пятидневные артиллерийские учения. НАТО ски-артиллеристами готовятся вести артиллерийские дуэли с российскими коллегами. Полным ходом идет проработка военной машины НАТО. И, в общем-то, для потенциальной войны с Россией НАТО удалось собрать группировку по численности примерно сопоставимую с российской армией. Другое дело, чем ее вооружать. И с этим, конечно, у НАТО есть определенные проблемы. Арсеналы Альянса опустили и в значительной мере из-за того, что многое было передано Украине. И теперь НАТО сконцентрировано на том, чтобы увеличить мощность своей военной промышленности, поскольку и арсенал надо снова заполнять, и увеличившуюся армию вооружать. НАТО будет готова к масштабной войне с Россией, но немного попозже. Через несколько лет, может быть, к 2027, 29, 30 годам. Ну, а выиграть НАТО время помогает Украина. Ценой жизни своих граждан. Ближний Восток. Другая и, конечно же, традиционная горячая точка. Он не сетихал в 1948 году. Очередное заявление по действиям Израиля сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фейдан. «Мы достигли черты, после которой бессмысленны слова, дипломатия и международная политика. Мы должны начать вводить санкции». Своего министра иностранных дел поддержал и президент Турецкой республики Раджеп Эрдоган. «Мы заявляли при каждой возможности, что Израиль не остановится в секторе газа и нацелится на другие страны региона. Высокомерия Израиля, напавшего и угрожающего временным миротворческим силам ООН, достаточно, чтобы доказать серьезность проблемы. Вид ООН, которая не может защитить даже свой собственный персонал, позорен и тревожит международную систему. Честно говоря, мы тоже задаемся вопросом, чего ждет Совет Безопасности, чтобы остановить Израиль». Отчего ждет Совет Безопасности? Он ждет, что когда-нибудь американцы перестанут применять право вето для того, чтобы защитить Израиль. Но они не сделают этого никогда. Израиль ведет себя так, как он ведет, потому что за его спиной высится большой патрон Соединенные Штаты, который обладает в ООН правом вето. И пока эта ситуация не изменится, а как же она может измениться? Все будет проражаться по-старому. Турция, конечно же, с одной стороны, жестко критикует Израиль. Но, тем не менее, санкции против него вводить пока серьезные не собираются и продолжает оставаться крупнейшим торгово-экономическим партнером еврейского государства. В общем, на словах на Израиль оказывают давление все. А на деле ему противостоит только Иран со своими ближневосточными прокси-инструментами в виде хизбаллы, шведских ополчений Ирака и Сирии, а также йеменских хуситов. Теперь Латинская Америка. Президент Венесуэла Николас Мадуро обвинил американского бизнесмена Илона Маска в том, что тот потратил более миллиарда долларов на его свержение. Вот, оказывается, Маск не такой добрый миллиардер, который берет и планирует полеты на Мас и Луну и развивает космическую программу. А оказывается, он хочет свернуть политический режим Венесуэли. Венесуэла стала для американцев каким-то фетишем. Вначале при Трампе пытались свернуть Мадуро при помощи оппозиционного кандидата Гуайдо. Тогда все это курировал помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, провалил задачу свержения Мадуро, поругался с Трампом и ушел в оппозицию к нему. И теперь уже при Байдене все равно американцы пытались свернуть Мадуро, обвинив его в фальсификации выборов. И, оказывается, в этом активно еще участвовал, ну, якобы, конечно, по словам Николаса Мадуро, Илон Маск. Вот такой разносторонний получается Илон Маск бизнесмен. Он и в космос, он и в Венесуэлу, он и плетет политические интриги и думает о высадке человека на Марс. Широкие у человека политические и научные интересы. Но Маск маскам, а китайцы начали масштабные военно-морские учения у берегов Тайваня и отрабатывают блокаду тайваньских портов. Еще такое название красиво придумали для учений. Совместный меч. Совпадение еще и в том, что министр обороны России Андрей Белоусов в первый же день этих учений прилетел в Пекин. Китайцы всерьез говорят о том, что Тайвань они американцам не отдадут. Если Тайвань прогласит независимость, то тогда китайские военные начнут свою специальную военную операцию на острове. Но при этом китайцы сохраняют оптимизм и предполагают, что объединить Китай с Тайванем можно мирно. Самое интересное в том, что на Тайване нет ни одной серьезной политической силы, которая выступала бы за воссоединение острова с Китаем. Американцы тут зачистили политическую поляну и других вариантов, кроме как независимости Тайваня, не осталось. Либо независимость де-факто, как это сейчас, либо де-юре. Но если де-юре, это война, а если де-факто, то можно тянуть резину бесконечно. Но китайцы тянуть резину не хотят. К 2027 году у них заканчивается программа переоружения военно-морского флота. И китайские ВМС станут сопоставимыми по силам с американскими в бассейне Тихого океана. Китайцы начинают давить. Давить в военном плане, давить в политическом плане. И перед Тайванем стоит выбор, что со всем этим делать. Вопрос перед Тайванем только один. Американцы поддержат его или нет? Пока американцы однозначно заявляют, да, мы даем Тайваню наши военные гарантии. И поэтому, в отличие от украинского сюжета, китайская военная операция на Тайване означает прямую войну Пекина и Вашингтона. Ну и вообще, помимо Тайваня, в Восточной Азии неспокойно. Про Корею я уже сказал. А еще в Южно-Китайском море регулярно происходят столкновения китайских и филиппинских судов. Например, на этой неделе в очередной раз китайский корабль береговой обороны таранил филиппинское Раблавевское судно. Это уже обычная практика. В Южно-Китайском море даже нечему тут и удивляться. Узбекистан станет третьей стороной в мире. После Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которая официально признает режим Талибана в Афганистане. Ну, все к этому идет. Я думаю, Россия тоже скоро признает талибов официальной властью в Афганистане. Во всяком случае, талибы уже куда только не ездили в Россию. И на ПМЭФ они ездили, и на Саммит БРИК с конца октября в Казани не поел. То есть тут нечему особо удивляться. Парад признания Талибана, пусть и медленный, он начнется. Узбекистан стал просто третьим в списке. И уже в ближайшие дни посол Талибов вручит верительные грамоты президенту Узбекистана Шавкату Мерзиеву. Теперь новости БРИКС. Скоро в Казани, как я уже сказал, будет саммит. И сербский вице-премьер Александр Вулин дал интервью немецкой Берливерцайтинг и заявил там, что для Сербии вступление в БРИКС может стать альтернативой вступлению в Европейский Союз. Если членство в БРИКС привлекательно для других стран, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия или Турция, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС. Но пока это не факт, что серьезно. Пока те страны, которые годами сидят в предбаннике Европейского Союза, тонко намекают этому самому Европейскому Союзу. Но если мы еще немного тут у вас помаринуемся, то, пожалуй, будем рассматривать другие варианты. И БРИКС является хорошим вариантом. Поскольку, собственно говоря, зачем Сербия, Турция и остальные так рвутся в Европейский Союз? А рвутся они туда за дешевыми европейскими инвестициями и кредитами. Но если банк БРИКС будет выполнять ту же функцию еще на более выгодных условиях, то почему бы и нет? Если вы возьмете современную конструкцию Европейского Союза, то увидите, что страны там делятся на две неравные группы. Одна меньшая – это страны-доноры, которые просто спонсируют всех остальных. Ну а получателям финансовой помощи все равно, от кого эту помощь получать. Есть возможность получать от Европейского Союза – хорошо. А есть возможность получать ее от БРИКС – тоже неплохо. Тут геополитический выбор делается строго по финансовым соображениям. Но еще две небольшие новости. На этой неделе начались НАТОвские учения, где будут отрабатываться применение тактического, или как правильнее говорить, нестратегического ядерного оружия. Называются они «Стойкий полдень» – «Statfast noon». Ну, не только Россия отрабатывает применение тактического ядерного оружия по вероятному противнику. НАТО тоже хочет это делать. И вот оно начало. Поэтому скоро мы увидим десятки НАТОвских самолетов и кораблей, которые имитируют ядерные удары по России. Ну и в заключение еще одна нервная новость. Не все же выпуски заканчивать хорошими новостями, как про космос. Можно закончить и неважной новостью. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может начаться в ближайшие 3-4 месяца. Ну, конечно, надеюсь, что этого не будет. Тем не менее, убежден твердо в одном. Даже если начнется та самая третья мировая война, о которой говорит Трамп. И если начнется ядерная война, даже во всех этих случаях российский газ будет исправно поставляться в Европу через территорию Украины. Потому что только за один день, за пятницу 13 октября, более 40 миллионов кубических метров российского природного газа было перекачано через пункт Суджа, который находится в Курской области. И, кстати говоря, эта часть области оккупирована украинской армией. Как говорится, война войной, а международная торговля своим чередом. Что еще раз подчеркивает специфику нынешнего глобального конфликта. Все в мире взаимосвязано. Это были новости мировой политики на канале Филипповский 13. Спасибо, что были сегодня с нами. Напомню вам, что все новости, которые выходят у нас на YouTube-канале, дублируются на видеохостинге Рутуб и в социальной сети ВКонтакте. А в аудиоформате они выходят на Яндекс.Музыке. Сразу скажу про YouTube. Многие наши подписчики пишут в комментариях, а почему вы не выкладываете свои выпуски на Рутубе? Вернее, не все выкладываете. Отвечу. Адресуйте ваши претензии к менеджменту видеохостинга Рутуб. Потому что премодерация политических выпусков на Рутубе занимает часы, дни, а иногда и недели. Мы регулярно загружаем наши выпуски на Рутуб. Примерно одновременно с нашими выпусками на YouTube. Но если на Ютубе они появляются буквально сразу же, то на Рутубе это занимает огромное количество времени. Поэтому надо что-то делать с этим прекрасным видеохостингом. Если вы, товарищи, хотите создавать конкурента YouTube, то сделайте так, чтобы из Рутуба действительно вышел конкурент. А пока, извините, не пойми что. Много работы. Ну и также я хотел сказать вам, что наши еженедельные новости на YouTube-канале Филипповский 13, они представляют собой сокращенную версию дайджест тех новостей, которые выходят несколько раз в день в формате аудиоподкастов на нашем закрытом телеграм-канале «Филипповский 13». Доступ туда по подписке. Ее стоимость 250 рублей в месяц. За эти деньги вы получаете возможность прослушать 2-3 новостных аудиоподкаста в день и получить возможность следить за новостями мировой политики. А уже конкретные отдельные новости из этого массива еженедельных новостей мы используем для выпусков на нашем YouTube-канале. Напомню вам, что наша редакция, наша команда работает именно на эти деньги и создает свой медиапродукт благодаря тем, кто поддерживает нас на закрытом телеграм-канале «Филипповский 13». Если захотите нам помочь, а также получить доступ к новостям мировой политики каждый день, подписывайтесь. Первые три дня подписки совершенно бесплатно. Не понравится, всегда сможете отписаться. Ну а если вам нравится «Международная аналитика», можете совершенно бесплатно подписаться на мой авторский телеграм-канал «Пинта разума». Скоро увидимся. «Международная аналитика» « muchísimo hike toldи?» «Межlad себе